Интересно. Это сделали подрядчики, которые обслуживают мост, верно? Да. Вы потом с ними встречались, что у вас были за диалоги, как они оправдали свои действия? Мы встречались не с подрядчиками, а с руководством управления дороги федеральной трассы Москва-Бобруйск. Они нас заверили, что ничего не имеют против нашего творчества и даже поощряют его. Мы предложили подумать о реализации каких-то совместных проектов и ответственность за произошедшее они отправили на подрядчика, который непосредственно обслуживает мост, якобы они все закрасили. У людей, которые обслуживали этот объект, почему-то же появилась мысль, что надо закрасить. Все-таки был ли какой-то указ, либо это просто рабочие, которые, скажем так, не в курсе того, что это ценный, грубо говоря, официальный объект, который вы представляли на одном из фестивалей Калужских? Это просто их была личная инициатива, не знаете? Ну, сложно на самом деле сказать, потому что от начала реализации проекта, когда первый столб был нарисован, прошло больше года. То есть, получается, прошел год, в течение года добавлялись объекты, то есть там сначала был один столб, потом их стало три, потом пять, потом как раз вот к фестивалю мы добавили еще два столба, чтобы был максимально завершенный вид. Также, помимо этого, мы там снимали документальный фильм про уличное искусство в городе. После этого прошло еще пару месяцев, после презентации этого проекта на фестивале в том числе. И только тогда закрасили уже эти столбы. То есть мы приехали вообще туда, чтобы осмотреть место, там снять координаты для того, чтобы создать приложение дополненной реальности, которое должно было анимированное изображение на экране телефона при наведении на столбы показывать. То есть и для нас это вообще было уже сюрпризом. То, что после того, как опубликовали там во всех калужских пабликах, там множество людей одобрительно высказалось в пользу этого проекта. И после этого неожиданно его закрасили. Ну, я, конечно, всегда готов к чему-то подобному, когда рисую на улице. Но после всего, после предшествующей истории это было несколько неожиданно. В этот раз вы сильно, да, удивились и, наверное, расстроились, потому что много было сил вложено, и вы дальше хотели работать с этим проектом. Ну, можно сказать, что я впервые удивился даже подобному. Да, раньше это было неудивительно, потому что, ну, обычно, когда люди рисуют на улице, они какие-то такие вещи рисуют, которые каким-либо образом могут провоцировать зрителей на что-то, там, может быть, побуждать, может быть, агитировать. То есть даже если надписи там в стиле «Я был Вася», то они как бы такая эгоистичная у них есть какая-то составляющая. В этом плане этот проект не имел ничего подобного, то есть там никакие ни буквы не написаны, ни призывы к чему бы то ни было. То есть просто изображение лава-ламп. Это художественные образы. Да, удачно вписанные в форму опор столбов моста. Вот, поэтому это, можно сказать, позитив в чистом виде. Это ничего, кроме этого, не несущее и ни на что другое не провоцирующее людей. Поэтому тут уже такое двоякое ощущение, зачем это закрашивать. Это никому не мешает, плюс это даже дополняет, по мнению многих зрителей, этот самый мост. Тем не менее, вам пошли навстречу, отмыли серую краску. Ну, понятно, что уже не получится воссоздать первозданный вид этого проекта. В каком он сейчас виде и будет ли дальше что-то с этим происходить? Ну, в данный момент они попытались отмыть столбы, но понятно, чтобы их хорошо отмыть, это надо потратить очень много времени и приложить старания. Ну, формально отмыли, да, формально там видно, что столбы отмыты, на них лава-лампы. Но такой вид несколько постапокалиптичный. Как будто там какой-то... Ну, можно про зомби там фильм снимать, как они там ходят, все впылить. Как будто это выцвело, да, что-то очень-очень старое. Ну, да, даже не то, чтобы выцвело, но какой-то такой эффект есть. Интересно то, что общественность очень бурно отреагировала. За вас многие заступились, начали делать репосты, там, в Инстаграме посты, какие-то, ну, stories, да, это все писать. И даже известные блогеры отреагировали. Они вступились за здравый смысл, то есть тут это не выглядело так, как я там говорю, ой, меня обидели, там, ой, заступитесь за меня. Я просто выложил пост, описал конкретный факт. То есть было вот это, стало вот это, как вы считаете, что лучше? Вот это или вот это? Мешало ли это кому-то? Это была уже известная работа, то есть ее цитировали во всяких, там, в международных, там, в каких-то сообществах. То есть в процессе создания много где фотографии появлялись, было много очень положительных откликов на этот счет. Вот. И в том числе в калужских, там, пабликах ВКонтакте, там, на... Исходя из этого, я думаю, можно оценить, как народ на это реагирует. То есть это было уже до этого. Просто, ну, за пределами Калуги и в России об этом знали только те, кто интересуется непосредственно подобной тематикой. А после этого события, как бы, уже начали вызнавать те, кто особо этой тематикой углубленно не интересуется. Благодаря как раз блогерам там и тому, что люди там делились. Вот вы считаете, что вам и власти пошли навстречу, и потом предложили дружить, да, вы встречались с городским главой Калуги. Все это случилось из-за того, что такой широкий резонанс вызвало или по каким-то другим причинам? Ну, я думаю, это как минимум на это повлияло, так, ну, мы регулярно что-то делаем, там, например, с администрацией города Калуги. Но там как происходит? Сегодня у нас один мэр, а там пару лет назад был другой мэр. То есть приходит новый, и с ним приходится заново, как с чистого листа все. В связи с этим я вспоминаю историю, которая случилась год назад, когда проводился конкурс на украшение фасада дома номер 11 по улице Гагарина. И победила Виктория Вейсбрут, она предложила нарисовать там портрет Гагарина. В общем, она победила, но только, во-первых, это все не воплотилось в жизнь, потому что люди взбунтовались, прям очень негативно отреагировали. И как будто вот власти повелись на поводу общественности и отменили результаты конкурса. И, в общем, никто не вступился за Викторию. На мой взгляд, это был предсказуемый исход, потому что они пошли не с той стороны, они поставили людей перед фактом. Вот на вашем доме будет там вот это. Естественно, любой человек, даже который, в принципе, нейтрально настроен к чему-то подобному, ну, он как бы не обрадуется такой перспективе. То есть это, я не знаю, тут капремонт тут они очень любят радуются. Жильцов до этого дома, я думаю, что можно, ну, как бы, пересчитать, в общем-то, это не так уж много человек, но это же не только жильцы дома свое нет высказывали. Это, в принципе, такое сложилось общее городское мнение. Ну, городское мнение, мне кажется, сложилось уже после того, как жильцы не согласились, потом там началась какая-то там перепалка между художницей и гражданами. И там уже просто она запустила такую негативную волну, которая потом нарастала, нарастала и нарастала. Вот цивилизованные фестивали, вот у нас, допустим, был фестиваль Воденцова, там тоже жилой район, там, ну, типа нашего правобережья. Там много панельных домов, там 18-20 этажей. И там на каждом из этих домов с двух сторон тоже появились большие муралы цветные. Вот, но там изначально это все было организовано так, что со всеми жильцами было все согласовано, причем с ними это было согласовано в том ключе, что они не могут выбирать рисунок. То есть они соглашаются на то, что фестиваль будет в целом. А там будет, что будет. Да, общее одобрение они дают, но потом они, благодаря этому одобрению, у них что-то происходит. Там, может быть, у них еще какие-то бонусы были в связи с проведением этого фестиваля, я там точно уже не помню. Но, в общем, изначально было получено согласие всех жильцов. Даже после этого там в процессе были какие-то разные интерпретации происходящего и непосредственно сюжетов рисунков от особо одаренных бурной фантазией жильцов. Но как бы тут уже это имеет такое просто мнение. То есть у кого на что хватит фантазии, понятно, что правильный подход это просто не слушать фантазии людей, а слушать точку зрения автора. Потому что если у человека там бурная фантазия, он может ее также где-то выплеснуть и уже там ее объяснять. А когда рисует художник, то это основное мнение в плоскости этой работы. То есть художник сказал так, значит это так, и никак иначе. Если кто-то другой видит что-то другое, то это как бы уже его фантазия, не имеющая к миру художника никакого отношения. Ну просто если так вот проводить параллель между вашим проектом и допустим проектом, который предлагала Вейсбрут, то здесь вопрос в том, что мост он как бы общий, грубо говоря, а дом все-таки это вопрос к жильцам уже был. Ну это как минимум. Плюс, ну мост это было в принципе не то чтобы легально или нелегально, но это такая прослойка, за которой как бы никто не следит. И это было сделано все достаточно тактично, я бы даже сказал максимально тактично, где это никому не должно мешать. То есть мы естественно думаем, где там что-то делать, где не делать, не первый день этим занимаемся, поэтому мы выбирали место, где в принципе спокойно, и туда там даже нет дороги, туда ездят только вот грузовики, которые ездят на карьер, и рыбаки, которые проезжают к реке. Все, больше там никого нет, никому это не мешает. То есть кто хочет придет, кто не хочет, но как бы тот это и не увидит никогда. Понятно. Смотрите, вот эта ситуация как-то повлияла теперь на то, как вы будете выбирать следующие объекты, как вы вообще в принципе будете выстраивать работу, или ну случилось и случилось? Ну я думаю повлияло, да. Теперь нам придется еще более скорпулезно выбирать, потому что больше появилось внимание непосредственно в городе, и уже ну как бы мы же не хотим никого там, грубо говоря, никому создавать никакие проблемы. Там никого подставлять. Поэтому мы выбираем те места, где как бы это никому не будет мешать. Мы думаем об этом. Да. Вы после этой всей истории подружились с городским головой. Какие-то проекты уже обсуждали. Будет ли это все в Калуге или за пределами города, или пока что только познакомились и решили дружить? Ну мы с ним как минимум, да, встретились, обсудили то, что он высказал свое мнение, что хотел бы, чтобы подобное творчество тоже у нас процветало в городе. Ну мы рассматривали, обсудили вариант, что можно сделать с теми столбами, которые с лампами, то есть возможно их отреставрировать, модернизировать и сделать из этого какой-то такой объект, особенно если это можно будет еще в контексте подать юбилея города. То есть, ну естественно, там не будут нарисованы гостиные ряды и музей космонавтики, как обычно это бывает. Но что-то вот такое возможно появится. Плюс он предложил подумать по поводу того, что можно сделать с Гагаринским мостом, который находится в ведении города и, соответственно, там без согласования с дорожниками, которые обслуживают тот мост, можно сделать какой-то полноценный проект. Ну если вдруг дойдет дело до того, что вы там будете действительно делать какой-то полноценный проект, в вашем представлении как должен выглядеть один из главных, наверное, мостов города? Ну там дело в том, что, опять же, это хоть и один из главных мостов, но он не мозолит глаза. То есть вы проезжаете мимо на машине, чтобы увидеть, что там происходит, вам нужно целенаправленно в определенный момент повернуть голову. Что бы вы там изобразили? Там очень такие удобные поверхности для рисования. Это широкие опоры. То есть их можно сделать сверху донизу, покрыть какими-то муралами. Может быть, там будут еще какие-то гости приглашены в город для реализации этих проектов. Не знаю, это пока еще не точно. Сейчас мы пока сформулировали саму идею, а там уже какие будут частности и предложения на этот счет, пока еще неизвестно. Ну вообще интересно, конечно, что из этого может выйти, потому что и простор для фантазии приличный, и художники у нас талантливые. А если вы говорите о том, что еще и гости могут какие-то подключиться, то я думаю, что должно получиться неплохо. Ну там опор много просто, может быть, просто насколько хватит у нас запала городских властей, сколько они смогут обеспечить. Ну там-то разгуляться есть где, на самом деле. Диана, огромное спасибо за то, что сегодня были с нами, за то, что нашли время, чтобы посетить нашу студию. Я по-прежнему желаю, чтобы ваши работы не закрашивали, творите и радуйте глаз. Спасибо вам. Спасибо. Я напомню, в студии программы «Интересно» сегодня был Дионис Тека, мультидисциплинарный художник. Это программа «Интересно». До свидания, увидимся. Дионис Тека, мультидисциплинарный художник.